Активная фаза командно-штабных учений «Алдаспан-2020» прошла на полигоне Маты-Булак в Жамбулской области. Это первое крупное войсковое мероприятие, которое организовали в условиях пандемии. Однако, как утверждают офицеры Министерства обороны, боевая подготовка не прекращалась, даже при жестких санитарных ограничениях. Мало того, военнослужащие сухопутных войск освоили новые тактические методы видения боя. Все подробности у Григория Беденко. Учение «Алдаспан-2020» – самое крупное военное мероприятие с начала года и своего рода подведение его итогов. Военным в последние месяцы было особенно тяжело. Соблюдать жесткие санитарные нормы в условиях карантина и одновременно вести боевую подготовку – задачи почти невыполнимые. Но, тем не менее, все справились. Учения общевойсковые, то есть в них, кроме сухопутных подразделений, принимала участие авиация. Это недавно поступившие на вооружение многоцелевые истребители Су-30СМ и ударные вертолеты Ми-35. Части и подразделения регионального командования «Юг» прибыли на полигон практически в полном составе 14 сентября. Во время учения «Алдаспан-2020» командование сухопутных войск на практике применило новые тактические приемы. Например, так называемую танковую карусель. Подобные способы ведения боя используются правительственными войсками в Сирии. Основной замысел учения – это условная вымышленная военно-политическая обстановка. Она разыгрывается с учетом опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах в разных регионах мира. Самый крупный подобный конфликт на сегодняшний день происходит в Сирии. Для казахстанских военных подобные сценарии необходимы для выработки единого алгоритма совместных действий различных войсковых структур. Сегодня показали новые методы уничтожения незаконных вооруженных формирований. Это так называемая танковая карусель и сирийский вал. Смысл в том, что первая танковая карусель, она обеспечивает непрерывный огонь из танка. У танка есть цикл заряжания, он около двух минут длится, поэтому один танк уже стреляет, второй в это время готов выезжать на позиции. И отчисляется непрерывное огневое воздействие на противника. Сирийский вал тоже самое. Он из-за укрытия разбивает огневые точки и бронеавтомобили, здания, сооружения. То есть по нему, во-первых, трудно узнать, сколько у нас танков, во-вторых, его трудно поразить. Весьма символично, что в этом году итоговые учения совпали с юбилеем. 20 лет назад были сформированы части подразделения регионального командования Ю. Алдаспан-2020 учение проводится на учебном полигоне Мотобулак. Оно символично проводится в год 20-летия нашего образования войск регионального команды Ю. Так получилось, что войска регионального команды Ю создавались именно в сентябре. А это венец, сентябрь это венец окончания боевой подготовки. И в это время всегда проводятся учения на полигоне. Так что наши юбилеи, даты мы всегда встречаем здесь на полигоне, как и положено нормальным боевым офицерам. Как сообщил Кайдар Каракулов, в этом году учебный период в вооруженных силах Казахстана завершается. Войска вернутся в пункты постоянной дислокации. Впереди итоговая проверка за 2020 учебный год. Григорий Беденко, Мухит Кутыгбаев, Жамбульская область, Хабар-24.